Откровение, глава вторая Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты упал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам. И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу феотирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя Прочицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и доложертвенные. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Феатире, которые не держатся с его учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.